Глубоко уважаемые коллеги, добрый вечер. Мне приятно, что я по традиции, как правило, закрываю все конгрессы. И, собственно, не будем отходить от традиции. Я сегодня буду разговаривать, вам расскажу про потребности в энергии белки у пациентов нейрохирургического профиля. Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги, что я могу вам сказать? Конечно, нет одинаковых пациентов. Все пациенты у нас разные и, в принципе, достаточно сложный вопрос, как рассчитать количество энергии, количество белка. И все те, кто сегодня посетили всю школу, все секции прекрасно понимают, насколько это тяжелый выбор для каждого человека. Для наших нейро-реанимационных пациентов это тоже достаточно тяжелый выбор. Кто у нас? Такие наши пациенты в отделениях нейро-реанимации. Пациенты с тяжелой черепно-мозговой травмой, с инсультом. Геморрагическим, так и ишемическим. Субарахноидальным кровоизлиянием, внутричерепным кровоизлиянием, различными опухолями центральной нервной системы. И по сути, самая главная задача, которая стоит перед врачом-реаниматологом, который лечит пациентов с повреждениями центральной нервной системы, это не допустить развития вторичного повреждения головного мозга. Как этого достичь? Конечно, это основные параметры. Поддерживать на уровне гемодинамику, нормальную оксигенацию, контролировать инфекционные осложнения, поддерживать нормальный уровень инфузионной терапии. А питание в этой ситуации, если вот он получится, это база, основа, которая поможет пациенту выздороветь. И, собственно, наша задача обеспечить для него такие комфортные условия. Поэтому для наших пациентов, для нейро-реанимационных пациентов, собственно, как для всех пациентов, питание — это такой же метод интенсивной терапии, как и все остальные, как искусственная вентиляция легких, как антибактериальная терапия, как поддержание нормальной гемодинамики и так далее. Как в чём особенность пациентов нейро-реанимационного профиля, в чём особенность определения их потребностей в энергии и белке, в том, что они достаточно длительно находятся в отделении реанимации интенсивной терапии. Для наших пациентов вполне нормально находиться в реанимации 2-3-4 недели. Иногда только 10-14 дней уходят на то, чтобы стабилизировалась неврологическая симптоматика. И я хочу вам сказать, уважаемые коллеги, что стабильность наших пациентов определяется именно по неврологической симптоматике. Адекватная нутриционная поддержка складывается для всех из определения необходимых потребностей, эффективности и безопасности. Что в острый период? Уже много раз показывал этот слайд, ещё раз скажу, что в острый период — это, конечно, нейроэндокринная стресс-реакция и, конечно, развитие глюкона и генеза. Собственно, исследования, которые показывают, они показывают, что при поступлении уровень плазмы крови был снижен у пациентов, у которых отмечалась 6-месячная рентальность почти на 15%. Из-за этого глутамин так важен в нашей среде, у наших реанимационных пациентов, потому что именно за счёт него, за счёт его вот таких эффектов снижается частота инфекционных осложнений, что немаловажно в настоящее время — это длительность пребывания больного в стационаре. Всех ли пациентов нужно кормить? Да, безусловно, не всех. Есть пациенты и наши, нейроэнеримационные пациенты, которые могут быть в рефракторном шоке, с уровень сырочного лактата, с высоким, с гипоксией, ацидозом и гиперкапнией. И как рассчитывать потребности в нутриентах? В настоящее время есть международные рекомендации, есть различные уравнения. Наверное, самое известное это уравнение Харриса Бенедикта. Можно рассчитать необходимое количество субстратов по потере азота с мочой и методами непрямой калориметрии. Европейские рекомендации говорят нам о том, что 20-25 ккал на килограмм массы тела в острую фазу и 25-30 ккал на килограмм массы тела в фазу восстановления. Ещё раз повторюсь, в принципе, фаза восстановления с позиции рекомендаций европейского общества — это 3-4 сутки. Тем не менее, для наших пациентов ещё очень важно, чтобы они начали стабилизироваться по уровню неврологической симптоматики. Потери азота. Здесь приведена, в общем-то, несложная формула. На самом деле, анализ крайне дёшев, на мой взгляд, но практически очень мало где выполняется. То есть надо собрать суточную мочу, измерить уровень мочевины в суточной моче и по формуле перевести в потери азота, а затем в потери белка. Да, есть лимитирующие пределы для этой методики. Например, при почечной недостаточности или при диарее невозможно учитывать потери азота с помощью мочи, потому что она теряет его и с другими испражнениями, извините, или не теряет вообще, если почечная недостаточность. Уравнение Харриса-Бенедикта. Уравнение Харриса-Бенедикта, собственно, основано на антропометрических данных, на массе тела, росте и возрасте. И учитывается в 330 приказе. Вы видите, что есть уравнение Фейзи. Ещё одно уравнение для реанимационных пациентов было создано. Это уравнение Фейзи, которое учитывает уже и статическую величину рост, и менее стабильную величину вес, и динамически изменяющиеся параметры для наших пациентов, таких как минутная вентиляция лёгких и температура. И, собственно, исследование, которое здесь приведено, оно было опубликовано в 2008 году в Critical Care Medicine. Собственно, одним из авторов, если вы обратите внимание, является, очень плохо видно, но тем не менее, сам Кристоф Фейзи. И он говорит, что вот это уравнение на основании этих величин позволяет объективно и точно оценивать потребности в энергии пациентов на ИВЛ. Хотя исследование, которое было проведено в 2015 году, показывает, сравнивало, видите, какое количество исследований, формулы сравнивалось с методом непрямой калориметрии. Что получилось? Получилось, что в 2015 году опубликовано, получилось, что расчётные потребности в энергии плохо коррелируют с измеренными потребностями, вне зависимости от того, какая формула была применена. Крайне важна роль непрямой калориметрии для адекватной оценки потребностей в энергии, особенно у стариков. И предлагаются две наиболее адекватные формулы, которые, по мнениям авторов, могут быть использованы в качестве расчётных. Это Свин Эмер и Пенстейт 2010 года пересмотра. Если мы говорим об уравнении Харриса Бенедикта, то многие исследования сейчас подтверждают о том, что уравнение Харриса Бенедикта очень плохо может рассчитать энергетические потребности для пациентов в реанимационном состоянии. Вот исследование, которое было опубликовано в 2008 году в Clinical Nutrition, подтазывает, что совпало только у третьих стационарных больных. Сравнивалось, опять же, уравнение Харриса Бенедикта и метод непрямой калориметрии. Это наши собственные данные. Вы видите, что уравнение Харриса Бенедикта, которое имеет поправочные коэффициенты, предлагало кормить пациента значительно больше, чем это было ему нужно, согласно методу непрямой калориметрии. Это пациенты с тяжёлой черепно-мозговой травмой, с нестабильной ночечерепной гипертензией. То есть, в принципе, это очень тяжёлые пациенты. А что будет, если мы этих пациентов будем перекармливать? Будет гипергликемия, будет распродукция углекислоты, увеличение вентриционных потребностей, усугубление дыхательной недостаточности, жировой гипотоз, синдром внутрибрюшной гипертензии и гемодинамические нарушения. Вот эти параметры для наших пациентов, нейролиметрииционных, это усугубление повреждения за счёт того, что будет нарастать синдром внутричерепной гипертензии. Почему так получается? Потому что уравнение Харриса Бенедикта создано для расчёта основного обмена у здоровых людей. И, в принципе, особенно если мы будем применять бездумно метаболически активные вещества, такие как парантеральное питание, конечно, мы сможем получить достаточно серьёзные осложнения. Например, исследование, которое было опубликовано в New England Journal of Medicine в 2011 году, всем оно хорошо известно, и panic trial. Сейчас в 2016 году был опубликован P-panic trial на педиатрических пациентов. Всё то же самое. Говорил о том, что раннее парантеральное питание увеличивает смертность. Но если мы заглянем в протокол, то мы увидим, что, в принципе, это парантеральное питание рассчитывалось на килограмм массы тела в сутки. И, безусловно, особенно для наших… Это очень разная популяция пациентов, не буду в неё вдаваться. Это не нейролиметрииционные пациенты, тем не менее. Посмотрите, какая была вариабельность энергетических затрат покоя у наших пациентов. Даже в острую фазу, в катаболическую фазу, в самую тяжёлую фазу, у некоторых пациентов потребность в энергии составляла 16 ккал на килограмм, и в раннюю фазу, когда, казалось бы, должно быть некоторое снижение, были потребности в 34 ккал на килограмм. Нельзя наших пациентов, как и любых других, как недокармливать, то есть должны дать не меньше, чем 80%, так и перекармливать не более 100%. Именно поэтому непрямая калориметрия в настоящее время для определения основного обмена названа золотым стандартом у нейрохирургического пациента. И если мы используем непрямую калориметрию, то мы значительно выигрываем, в том числе и показатели парентерального питания. Вы видите, оптимизация энергии. В 2013 году было опубликовано исследование Хейдегер, которое показало, что если мы индивидуально оптимизируем дополнительное парентеральное питание, начатое на четвёртые сутки, то снизится частота на закамельных инфекции, и могут улучшиться исходы. Не забывайте, что парентеральное питание должно быть полноценным, то есть содержать не только белки, жиры и углеводы, но и омега-3, жирные кислоты, глутамины, витамины и микроэлементы. Но если у вас нет метаболографа, а я так думаю, что у малого числа, у кого есть метаболограф, это и в Европе нормальное состояние, то в принципе мы можем пользоваться вполне международными рекомендациями. Вы видите, в среднем для наших пациентов они были очень похожи. То есть 25-30 ккал на килограмм массы тела в сутки. Белок, потребности в белки у нейрохирургического пациента в острую фазу предлагается 1,5-2 г на килограмм массы тела в сутки. То есть мы можем рассчитывать потребности по международным рекомендациям, либо непрямой калориметрии. В подостром периоде точно так же мы можем использовать европейские рекомендации, 25-30 ккал на килограмм массы тела в сутки. И белка держать всё тоже 1,5-2 г на килограмм массы тела в сутки. Хронический критический больной – это уже особая каста. Сегодня очень много об этом обсуждалось, и Марина Владимировна Петрова докладывала, и рассказывали на сателитных мастер-классах о том, что пациенты, которые плохо перенесли острый период и имеют достаточно выраженное истощение, очень плохо переносит, трудно набирают массу тела, плохо справляются с пролежними, плохо справляются с сенсационно-воспалительными осложнениями. Что же делать с ними? Рекомендации говорят о том, что пациентам с вегетативным состоянием и аполическим синдромом должно проводиться гиперкалорическое питание. Уважаемые коллеги, если вы видите, 40-60 ккал на килограмм массы тела в сутки. Это очень высокая доза, но действительно им нужно очень много энергии для того, чтобы восстанавливать потраченное при поврежденной центральной нервной системе. Потребности в белке остаются неизменными, 1,5-2 грамма на килограмм. Что же непрямая калориметрия для этих пациентов? Казалось бы, непрямая калориметрия для этих пациентов уже не так актуальна в связи с тем, что если мы будем давать пациенту энергетические затраты покоя, которые он требует, то он не будет набирать массу тела, это нормально. Мы с вами все потребляем больше энергии и должны потреблять больше энергии, чем энергетические затраты покоя, чтобы иметь возможность держать анаболизм, двигаться и вести какой-то образ жизни. То же самое для пациентов в вегетативном состоянии. Тем не менее, мы не знаем, насколько изменился метаболизм пациента, который находится в хроническом критическом состоянии. Он мог вернуться к норме, он мог снизиться, он мог наоборот остаться на высокой точке. И вот здесь как раз-таки непрямая калориметрия, на мой взгляд, помогает справиться с недокармливанием. То есть мы точно знаем, ниже какого предела опускаться конкретному пациенту не надо. Сравнивали данные пациентов методом непрямой калориметрии, вегетативным состоянием или с минимальным уровнем сознания, и, собственно, ни одно уравнение тоже не подошло. Да, невозможно, а нельзя, наверное, использовать непрямую калориметрию в качестве отправной точки и давать столько, сколько показал калориметр, но знать, где нижний предел мы должны. Плюс нашим пациентам очень важно восстановить состав тела. Это высокобелковое питание, это белково-жировые модули, и это специализированные смеси. Например, полуэлементные или смеси для больных болезнью крона. Очень хорошо себя зарекомендовали, потому что имеется у таких пациентов внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы или повреждение кишечника, и нормальное всасывание бывает часто невозможно. То есть, в принципе, для наших пациентов, которые находятся в хроническом критическом состоянии, все представленные здесь на экране методы расчёта хороши. Это и международные рекомендации. В принципе, уравнение Харрис-Абенедикта для наших пациентов тоже вполне логичны. По потере мазота с мочой даже очень важно, если мы будем контролировать потери азота с мочой у этих пациентов, мы будем точно знать, какое количество белка им требуется. А в этом состоянии им нужно давать необходимое количество белка, особенно если у них есть, допустим, пролежний. Ну и непрямая калориметрия тоже оказывается нам полезной, только с целью контроля нижнего состояния. И ещё в конце всегда хочу говорить о том, что главного не увидишь глазами, но рецеолог работает, и от его правильных или неправильных действий зависит уже исход. И если мы не накормим пациента прямо сейчас и здесь, он не умрёт. Но то, каким он получится, собственно, многие из вас видели. Призываю вас заходить на наш сайт, там много других лекций и книг, и призываю вас посещать наши программы повышения квалификации. Это высшая медицинская школа, не государственное, частное образовательное учреждение, которое предлагает очно-заочные циклы. Вы изучаете лекционный материал дистанционно, потом приезжаете в научные и практические занятия, и если мы говорим о сертификационном экзамене, сдаете экзамен и получаете сертификат государственного образца. Руководитель направления профессор Савин Иван Анатольевич. И, собственно, спасибо вам большое за внимание. Вопросы. Продолжение следует...